Музыка Открыть офис на первом этаже жилого дома в Челябинске будет проще. По поручению губернатора Михаила Веревича, Городская дума должна максимально упростить процедуру перевода жилого помещения в нежилое. Глава региона подчеркнул, что первые этажи домов не очень удобны для проживания, а вот для открытия офиса, небольшого магазина или парикмахерской – идеальный вариант. И сегодня нам дано поручение городу Челябинску, это касается прежде всего города Челябинска, чтобы они немедленно пересмотрели свое законодательство и переводили жилого-нежилого в уведомительном порядке в случае, если нет жалоб граждан от дома. И если, например, хотят сделать отдельный вход, то чтобы этот отдельный вход не мешал жильцам. В нынешнем году будет продолжен и капитальный ремонт многоквартирных домов. На эту область получат более 180 миллионов рублей из федерального бюджета и добавят 130 из региональной казны. Южноуральские спортсмены начали подготовку к Олимпийским играм в Сочи. В будущем январе станет ясно, кто из них войдет в состав сборной России. Всего к соревнованиям готовится 27 спортсменов. На неделю Михаил Юрьевич встретился с конькобежцами. Глава региона отметил, что у них есть все шансы получить медали, ведь такие тренировочные базы, как в Челябинске, есть только в Коломне и Москве. Параллельно с ними тренируются ребята в дисциплине шортрек. Пока у нас молодые ребята, но в своем годе они не успеют на эту Олимпиаду, они подойдут к следующей Олимпиаде. У нас тренер приглашен, иностранный из Китая, и в своем годе наши ребята пошел в треку лучшей в стране. Пока же у спортсменов нет ни одной свободной минуты. В принципе, подготовка началась еще, когда Олимпийские игры в Ванкувере закончились, тогда уже началась подготовка. Сейчас, особенно когда осталось очень мало времени, вообще нет, в принципе, выходных, даже нет времени съездить домой. Кроме того, губернатор отметил, что перед началом игр будет определенный размер призового фонда. Уже сейчас спортсмены получают областную стипендию. Глава региона посетил обувную фабрику Юничал. Предыдущий раз Михаил Юревич был на ней почти 10 лет назад, еще будущим мэром Южноурайской столицы. За это время предприятие сильно изменилось. Сейчас Юничал – это одна из крупнейших фабрик страны и выпускает около 3 миллионов пар обуви в год. И удерживает низкую цель на свою продукцию. Это первое. Значит, правильно организованные процессы, прежде всего. Высокая производительность труда. И розничная сеть, которая контролируется нами, контролируется по ценообразованию. Михаил Юревич отметил, что предприятием руководят талантливые менеджеры. Они смогли удержать еще советскую фабрику и на равных конкурируют с китайскими производителями, которые сейчас занимают около 80% российского рынка. Та бизнес-модель, которая построена на Юничале, это постоянное внедрение новых моделей. Это собственная розничная сеть. На 2013 год запланировано увеличить ее еще на 50 магазинов. То есть это будет 450 магазинов по стране. Позволит потихонечку отвоевывать наш рынок. Губернатор побывал в Челябинском центре престарелых и инвалидов. Сейчас там живут 117 человек. В основном это пожилые люди, которые не имеют собственного жилья или нуждаются в постоянном уходе. Да, в театр ездили, в филармонию ездили. Просто, вы знаете, здесь мы живем. Путевки суда выдаются в областном министерстве социальных отношений. Ежегодно на содержание центра выделяются средства из региональной казны. Примерно по 40 миллионов рублей в год. Такой уровень, по мнению главы региона, лучший в области и сравним с европейским. Но на Западе есть свои нюансы. Пожилые люди, которые уже не могут вести активный образ жизни, то есть самостоятельно к врачу съездить, самостоятельно себе приготовить, поесть и так далее. Они 75% своей пенсии, где-то может быть даже больше, 85% отдают дому социальному. При том, что хочу отметить, что за границей вот такие социальные дома – это частный бизнес. Это не государственные учреждения. У нас государственные. Глава региона посетил запущенное несколько месяцев назад мясоперерабатывающее предприятие «Здоровая ферма Деликатесы» в Аргоярском районе. Производство, открытое в ноябре 2012 года, изготавливает полуфабрикаты, копчености и колбасы. Поставщиками сырья выступают Аргоярская птицефабрика и Родниковский свинокомплекс. Завод построен в чистом поле в селе Ишалино в рекордно короткие сроки – за один год. Ежедневная выработка составляет 140 тонн, а годовой объем с выходом на полную мощность летом этого года достигнет 30 тысяч тонн. Сейчас можно мясокомбинат построить и на 300 тысяч тонн, а продавать 10, и он будет стоять, не убыточным будет. А можно поэтапно развивать, и если компания чувствует, что у них горизонт избыта все шире, шире. Но сейчас самый главный, конечно, двигатель торговли – это качество. Это качество, это умение работать с сетями. Южному Уралу пора начинать подготовку к паводку. Михаил Еревич напомнил об этом главам городов и районов на областном совещании. В горных районах синоптики прогнозируют стремительную и теплую весну. Необходимо каждому, кто находится в зоне подтопления предполагаемого, выдать памятку, что он должен сделать, когда он должен покинуть жилье. Лучше пусть заранее покинуть, и паводка не будут, чем потом плавать на лодках и спасать вода ледяная. В Миньяре семьи Златоусти сейчас ремонтируют плотины. Заявки на получение денег по специальной программе подали также Аша, Бреды, Кусаик и Штым. Еще одно поручение губернатора касается детских садов. Местами к 2016 году должны быть обеспечены все малыши в возрасте от 3 до 7 лет. С учетом демографического роста мы прогнозируем, что эта категория увеличится еще на 20 тысяч за 3 года. Сейчас идет такой риский прирост. Именно, конечно, за 13, 14, 15 годы должны предпринять активные усилия по годовой эксплуатации около 20 тысяч дополнительных мест. Глава региона принял участие в съезде директоров школы области. На нем обсуждался новый закон об образовании в Российской Федерации. Михаил Юрьевич напомнил, что Южный Урал в полном объеме выполнил поручение президента России по доведению за оплату учителей до среднего уровня по экономике. Сегодня оно составляет 22 тысячи рублей. Теперь, по мнению главы региона, важно добиться, чтобы деньги распределялись открыто и честно. Паруисов Челябинской области считает, что реформирование и вообще сама жизнедеятельность, система образования, она должна осуществляться путем круглых столов, публичных дискуссий, ведущих педагогов, крупных руководителей школ, совместно, естественно, с областным управлением образования. Принимаются любые мнения и уже в итоге правительство должно подытожить. Михаил Юрьевич рассказал, что в этом году в школах области продолжатся капитальные ремонты. На это запланирован миллиард рублей. Всего же на Южную Райскую систему образования будет направлено более 20 миллиардов.